Айоу гангстерс, кто на связи? Привет друг, с тобой Эван, мы продолжаем играть на сервере смотр Рэйдж, все как всегда, и наконец-то мы с вами дождались чего-то путнего на сервере, а именно обновление 2.0, и завезли очень много вкусноты. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, а мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня свой личный промокод Эван, вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс, а также VIP статус на день и день, иди сдавай направо и работай на свою мечту. Ну что, ребят, наконец-то на смотре вышло новое обновление, и мы с вами, конечно же, сейчас посмотрим. Ну, постараемся посмотреть все, а там как уже выйдет. Ну, а если выйдет, то завтра или послезавтра выйдет еще одна серия посмотреть, так что поставьте лайк, давайте 100 лайков на этом ролике и завтра видос. Окей. По классике, сначала смотрим чижилок, только это будет очень быстро, потому что он очень большой, а потом все смотрим, как это реализовано на сервере. Поэтому погнали. Первое это то, что они изменили название автомобилей, оружия, одежды, колесных дисков и так далее. И также переработали их значки. Добавили кучу разных исправлений, как и в функциональной части, так и в дизайне. Там худока, там, например, анимации и так далее. На счет лута они теперь увеличили максимальный стакт воды, это 200 единиц, и максимальный стакт мяса, это 50 единиц. И теперь исправили крафт алкогольных напитков, что теперь это выгодно. А теперь обращаюсь к бизнесменам. Теперь добавлена новая система продажи доната за игровую валюту. То есть через это вы можете открыть и продать игроку прямо на сервере, что безопаснее. Добавили новые кейсы в планшет донатные. Самый большой упор был сделан на новую систему грузового транспорта смотра трак бизнес. Если вы помните, эту систему они еще говорили где-то на версии сервера 1.4, 1.5. У меня еще даже когда-то ролик был записан, что они хотят сделать эту систему. И наконец-то вот спустя год или полтора они ввели эту систему. То есть ты приходишь в мэрию, если я не ошибаюсь, создаешь свою компанию. Она стоит 2.500. Можно выбирать там юридические лица, ОО или ИП. И сфера деятельности, которая сейчас там доступна, это грузоперевозки. А для транспорта, как я говорил, был добавлен автосалон, специальный NPC, в котором можно затюнингировать свою фору и, конечно же, на каждую заправку добавили раздел дизель. Теперь во всех тюнинг ателье появился раздел малярные работы, где добавили кузовные пленки. Добавили 82 разновидности пленок. Добавили новый батл пасс, который называется осенний фест 2023. Они переработали полностью всю систему. Не так, как в прошлый раз с летним. Они реально полностью переделали. Теперь он разделен на две части и имеет 80 уровней. Сейчас, я думаю, вы увидите где-то на экране, как он плюс-минус выглядит. Теперь там новые механики, новые задания, старые задания по типу на мускулатуру убрали. Добавили новые, конечно же, айтемы, которые ты можешь там получить. Ну и интересные автомобили. Теперь остров из GTA V, который называется Сайо Перио или Сайо Перико. А доступен, если на него доплыть через обычный мир или долететь на вертолете. Перелет туда более недоступен. Это, я так понимаю, через метку. Ориентир это авианосец. Добавлено 5 новых жилых комплексов. Это вам ничего не скажет, потому что перекупы уже 100% все раскупили. И добавили новый транспортный сервер. Самое интересное. Это Toyota Land Cruiser 300, BMW M4 GT3, BMW E5 F91, GMC Sierra, GMC Hammer H1, GMC Hammer, новый который электричка, новый Мотиков Саргнижа H2R, Porsche Cayenne GT, Ford Cobra, Ferrari Monza, Ford GT40, Римак Тавера, BMW M2 G87, Subaru Impreza. Насчет грузовиков. Это DAV, Renault, MAN, MERS, Scania и VECO. И также увеличили максималки на E70, F95, F86, F85 и F96. В принципе, по чинжлогу это все. Поехали смотреть, как это реализовано на сервере. Ну что, ребят, я не хочу преувеличивать. Но сервер как будто реально стал более игравелен, потому что я заходил до обновления, то у меня все текстуры пропадали. А буквально вчера я заходил где-то в 2 часа ночи, вот сейчас езжу. В принципе, дороги есть. Я в 90-е такая просто неоткуда появилась. Мне кажется, немножечко, да, на старте они так точно подправили оптимизацию. Но может и на ИКХ теперь будет лучше, не знаю. Насчет названий и значков. Например, Bugatti, это Bugitta уже. Сзади в стилистике смотри сделана буква B. Но в принципе, я... Чего вам здесь показывать? Маркедас, Лехасе, Ада, Нискан, Bugitta, Нискан, Маркедас и Бумер. С одной стороны, я не хотел записывать, кстати, видос после того, как они поменяли название. Это, мне кажется, слишком банально. Пусть какие-то глагерусы это снимают. Сука. Короче, ну мне кажется, с одной стороны, да, это прикольно, что общая стилистика автомобиля не потеряется. Типа, Маркедас, это Мерседас. Но это выглядит как-то по-детски, как будто мне в детстве дали просто карандаш, дали листочек и сказали, напиши в Мерседасе, я напишу вот какую-то хуйню, вот типа такую. Может было прикольнее придумать какой-то уникальный типа бренд. Типа, может даже автомобиль из GTA 5 и просто под него штамповать все эти автомобили, мне кажется, было лучше, чем вот это кривляние. Но это чисто лично мое мнение. Пишите в комментариях, нравится вам новое название или нет. Значит, нажимаем на Z, нажимаем на игроки рядом, кран и продолжаем продать донат. Вот, мы пишем сколько доната мы хотим продать, максимум это 10 тысяч за один раз. И внизу пишется минимальная стоимость, то есть донат это 1 рубль 3333 рубля. И максимальная стоимость это 38 тысяч, 38 миллионов, сори, 329 тысяч 500. То есть максимум накрутка 30%, это кстати еще неплохо. А, меньше 50 нельзя, понял. Вот, например, 50 доната, 166 тысяч 650 рублей. Бац, ожидаем решения покупки. Бац, пришло. Вам предложили купить донат. Принимаю. Вот как-то так выглядит, жалко, нету музыки и справа. Давайте посмотрим уникальные там наклейки малярных работ, где они говорили. Пленка для цвета. И теперь у нас есть пленка. А чем оно, собственно, отличается? Ну, я вижу. Вот что-то матовое, вот видите, да? Какой-то как будто сатин. А вот здесь как будто хром. Вот, вот здесь хром. Может, на другом цвете надо попробовать? Какой-то более ярком. Потому что на черном, если честно, вообще не видно. Итак, мы взяли Lexus. И давайте будем смотреть где-то блики. Но все, что я вижу, это добавляют какие-то блики. Что-то ярче, что-то темнее. Вот это, вот это прям как будто сатин. Ну, где-то ярче, где-то больше отражения. Вот, например, как здесь, да? Где-то вообще, типа, нет. Я, если честно, не понимаю смысла от него. Пленка 2, это по второй цвет. Ну, не знаю, либо я не разобрался, но я не вижу смысла от него. Ну, может, да, где-то больше, вот типа, вот так больше отражения добавит. Но, мне кажется, это даже хуже в некоторых моментах. Ну, если тачка не темно-вишневая, как слива у меня, может, тогда будет и лучше. Ну что, давайте теперь поговорим о донатных кейсах. Стрелочка вниз, кейсы удачи. Теперь появилось, как нам сказали, в элитном кейсе два новых автомобиля. Давайте посмотрим, какие. Ну да, и не в элитной, а в премиум. Это у нас BMW M5 F91. И Хаммер H1. Также добавили новую категорию кейсов. Это эксклюзива из БП. Вот зимний батл пасс, зима 2.23. Стоит 550 единиц доната. Главное, его сейчас не открыть случайно. Так, аккуратно. Что внутри? И здесь у нас находятся все вещи из первого батл пасса. Насчет батл пасса. Вот теперь иконка выглядит как-то так. Так, стоит он теперь 1200 единиц. А вот был вроде 700 или 800. Да, 800 вроде был. Теперь ничего не видно. Ни достижений, ни заданий, ничего. А вроде раньше было же видно, да, внизу там. Да, внизу было видно. Короче, как-то так. Но вот сейчас картинка. Вот как-то так батл пасс выглядит. На выполнение 80 дней. Буду ли я его покупать? Узнаем в следующей серии. Так, значит, мы приехали в мэрию. Они как-то здесь так ее переделали. Служба агента 1, агент B. Вот, Милана. О, какое милое имя. Оплатить штрафы можно сразу же. Что, оплатим? Ну, в принципе, оплатим. 102 тысячи. И можно открыть свою компанию. ООО или ИП. Название организации вписываем. И регистрируем свою компанию. Пока что я этого делать не буду. Может, сделаем в следующей серии. Потому что я не знаю, будет ли кто на меня работать. Напишите в комментарии, если будете на меня работать. Как бы зарплатой не обижу. Итак, ребят. Мы подъезжаем к новому автосалону грузовых автомобилей с Мотор-Ардрак. Здесь вот такой вот заезд. Такая вот вывеска. Давайте припаркуемся где-то здесь. А, кстати, фуры на бушке уже продаются. Интересно. Я просто представляю. Специальный ЭКХ для фур. Вот это было бы, кстати, лучше. Чтобы в одном месте продавались фуры. А в другом продавались обычные автомобили. Если они еще так не разделили. Разработчикам на заметку. Смотр Рейдж Трак Бизнес. Что здесь написано? Консультант, заходите, покупайте у нас грузовики. Или вообще нельзя их покупать бушными. Посетитель, посетитель. Как-то пусто здесь, нет? Ага, вот здесь это тюнинг сразу. Техническое обслуживание грузовиков. Ну, я так думаю, это тюнинг. Банкомат рабочий. Банкомат не рабочий. Жаль. А, директор автосалона. Окей. Как иронично, что директор автосалона смотрит на американский трак в Америке на МАК. А купить ты можешь только европейцев. Но об этом мы поговорим немножко позже. Потому что меня это тоже напрягает. Значит, наконец-то. О, и Милана здесь, капец. И Дэвид. У вас должна быть своя компания ООО или ИП. Будем создавать. Потому что я хочу на фуры посмотреть. Эвентранс, нормально вообще название? Милана, открыть свою компанию ООП. Самое сложное, это в любом деле это придумает название. Я только что сидел, очень долго думал, что же можно написать. Конечно, можно написать лакшери. Нет, не герл. Лакшери компани. Компани. Но лакшери компани это как-то слишком долго. Поэтому можно написать люкс компани. Вообще думал, Эван Иван компани, да? Эван компани. Что такое еще? Бест компани, нахуй. Эвил компани. Лухари, как это говорят. Лухари компани. 2 500. Пробила все-таки нельзя. Есть. Менеджер компании Лухари компани. Погнали. Ф6 у нас есть. А здесь у вас уже есть своя компания. Наконец-то. Все-таки заставили они мне потратить сегодня 2 500. Ф6. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Деятельность на воде. Частный извоз. Лесное хозяйство. Арендный бизнес. Консталин. Так вот это будет все в следующих обновлениях. Даже вот капитализация вашей компании. Средств заморозки. 100 тысяч. Суточный оборот. Нарушение предписаний. Декущий штраф. Охереть. Индивидуальный предприниматель. ИП. Или общественно с ограниченной ответственностью. То есть можешь либо сам работать, либо общественно. Это наверное еще надо доплачивать, да? Да. А сколько? Изменения типа юридического лица платные. 2 500. С баланса. То есть 2 500 заплатили. И еще 2 500. И еще чтобы сферу разблокировать 2 500. Ебать. А главный рейтинг компаний. Баланс. Ютуб. Фрост. Демерман. Блэкстар. Корби. Тракс. А можно просто не в честь просто своего ника просто делать, а? Ну что пацаны. Сделаем самую пизжу компанию. Что скажется? Рейтинг является ежедневно. В рейтинге участвуют абсолютно все компании. Продать компанию. То есть я могу кому-то ее продать. И рейтинг наверное сохранится. Заморозки 100 тысяч. То есть можно ее удалить нахер. У вас в переписании 0 с 5. Я так понимаю. Снять с самой системы. Переписание это какие-то варны типа. Штраф за простой организации в течение более 3 суток составляет 150 тысяч рублей. Раз в 3 суток, если у вашей компании не было ни одной выполненности, вы его получаете. Ебать. То есть я штраф. Или переписание. Штраф наверное. Доход сегодня, налог сегодня, доход налог. Пополнен баланс. Окей. Все оказалось намного хуже или круче. Не знаю как слово подобрать. Я у меня уже язык заплетается. Хотел продать все свои автомобили, чтобы купить там. Ну, Дива возможно. Возможно, Чирик и еще несколько автомобилей. Львиту я сейчас купил, блядь, клан. Ну, не клан. Это типа мини-семья. Это даже пиже семьи, мне кажется. За 2 500. Еще 2 500 дела. Еще 2 500 на ООП открыть. Потому что сам вывезти свою фирму в топ, это пиздец. Ой, короче, фирма, это тебе выходит в 7 500. Это только фирма. А если еще фуры купить, их затюнить, я боюсь сейчас смотреть на цифры, сколько стоят фуры. Итак, второй раз. У вас должна быть какая-то сфера деятельности. Грузоперевозки. Ладно. 2 500. Блядь, на банк. Да еб твою мать. Так, 2 500 закинули. F6. Букалтерия. 2 500. Ой-ой-ой, куда-куда мне такие деньги пополнить? Вот, наконец-то. Теперь главный раздел, разблокировать сферу. Да, разблокировать. Есть. Все. У нас теперь есть кнопка даже поработать, забрать тендер. Это заказ, я так понимаю. А искать тендеры на... Это разные автомобили. Нам эти автомобили еще для начала нужно купить. И скорее всего, чем круче автомобиль, тем лучше тендер, да? Ну, по идее, так, логика должна быть в этом. Максимум вот 10 500 за минуту. А мы работаем 31 минуту. То есть, за час мы зар... Ну, за 31 минуту мы заработаем 325 тысяч. За 30 минут. На 2. Плюс-минус. Чтобы 2 заказа за час. Это 650 тысяч. Но, если честно, выглядит неплохо по цифрам. Если я заеду, мне пизды дадут. Мне похер, у меня лакшери компани. Хо-хо-хо. Ладно. Салон грузовой техники. Ура, наконец-то. Развели на 5 миллионов, чтобы я смог посмотреть на фуры. Самые дешевые 35 лямов. Что, пацаны? Фура? Или... Ламборгини Хоракан Профаманте? Что вы на такое скажете? 140 едет. 850 литров в бак. О, ебать. Вот этот Ахтерс тоже такой большой. А есть вообще разница? Ну, по идее, должна быть, да? Но по максималке я не вижу, в чем разница. Но здесь слишком много осей. Типа, это должен был быть мощнее. Все-таки есть американский грузовик. Тоже 140 едет. Они, походу, наверное, все одинаково едут. А в чем тогда разница? А нет, 150 едет. И 1000 литров в бак. Это нелогично. Как, блядь, на Даффе 1000 литров в бак? А вот здесь, на Вольве, 850, когда у них вот здесь дохера, вот это все бак. Вот здесь вот это все может быть бак. И со второй стороны тоже. Ладно, не обсуждаю. Сейчас бы Рено стоило дороже Вольвы и Даффа. Мда, Мэн. А может Вумена? Еще с низкой крыши. Бля, 150. Нет, это вообще не то. Актерос, 150. А о чем отличается? А, это старый Актерос. Войл. Вскане тоже с низкой. Наверное, крышу можно менять в настройках. Ну, именно в тюнинге. 150 тоже едет. И Ивека. Почему Ивека больше всего стоит? Это ж капец. Это ж кринги. Это реально кринги. Подожди, она не больше всего стоит. Она просто здесь не отсортирована. По стоимости по алфавиту здесь отсортирована. Значит, самое дорогое это Манзет. 46 лямов. Вот этот. Который Мэн. Который Вумен. А самый дешевый 36-35. Блядь, ебать, я бы Вольву взял. Ну, все-таки по Америке. Вот что я хотел сказать. Мы играем в Америку, а ездим на европейских фурах. Добавьте хотя бы еще пару американских. Типа Вольву, Фридлайнер. Там, Мак. Тут уже Питербилд. Кстати, старый Питербилд. Мне кажется, он бы пользуется популярностью. Ну, либо Кинвар старый. Ну, сори, ребят. 40 лямов я, если честно, сейчас не хочу ложить котлету. Но, если этот ролик набирает, давайте за сегодня 100 лайков, то... Ой, блядь. Завтра я ложу эту гребаную котлету и покупаем фуру. Хотя, вот написано, что Хаммер H1, Хаммер Электричка и GMC Sierra добавлены, как возможные, для перевозки материалов. Для перевозки вот этих материалов, по идее. Ну, а что за перевозки? Перевозки материалов. Но, вот здесь они не отмечены. А на фурах уже боком ездили. Если нет, то я готов. А, подожди. А вот работу дальнобойщика вообще убрали или она существует? То есть, это будут обычные дальнобойщики и дальнобойщики на фуре? А, реально. Прикол. Ладно, поехали теперь смотреть на новые автомобили. А, я чуть не забыл. Пока мы на заправочке. Оп, дизель. 385 рублей за литр. Я надеюсь, скоро дизельные автомобили тоже появятся. Хотя, от них смысла вообще никакого нет. Дизель дороже бензина выйдет. Автосалон элитных автомобилей. Porsche Cayenne GT. Новый Cayenne. 25 миллионов стоит. 330 километров едет. 90 литров в бак. Ну и больше здесь ничего не появилось. Это означает что? Это означает то, что Ferrari Monza и Ford GT40 и, наверное, Rebank Nivera будут в Боделпассе. Может, еще другие какие-то автомобили. Но здесь их нет. Знаю, что они будут только там. Автосалон. Бам вам. Консультант. Приветики. М2 G87. Новая. 6500 стоит, кстати, недорого. 280 едет. Вот так выглядит. На ручке. Все верно. Если кто не знал, вот такие М2 в жизни выпускаются только на ручной коробке передач. Ну и получается, что М4 GT3 и BMW. Кстати, BMW не знаю. Вот М4 GT3 тоже будет в Батлпассе. А BMW M5 F91 будет в кейсе. Здесь их тоже нет. А в японских автомобилях, я надеюсь, хотя бы что-то появится, да? Значит, Subaru WRX GG. Это лоббатый универсал. 250 едет. Стоит лям 700. Нормально? Нормально. Ну, Toyota Land Cruiser 300. 11 миллионов. 280 едет. Такая вот большая-большая мафинка. 90 литров в бак. 25 мест в багажнике. Без завеса пока что. Но вес на антихроме. Только почему добавили 300 крузак? Ну, добавили бы уже 600 и Lexus. Что там? 600 и Lexus будет в следующем обновлении. Автосалон мультибренда. Значит, GMC Sierra. Огроместный автомобиль. 280 едет. 100 литров в бак. 30 мест в багажнике. И хотите сказать, что эта тачка хуже крузака? Ну, может, не такая на хайпе, да? Как крузак. Нагибать она охуенно. Она пипец какая длинная. Тайплюс еще работать на ней можно. Поэтому, наверное, скорее всего мы ее прикупим в следующей серии. В одной из следующей серий. GMC Hammer. Это аж 1 электричка. 290 ест. 100 кВт-час батарейка. 25 мест в багажнике. Ну, тоже неплохо. Если на ней можно еще работать. И не нужно тратиться на бензин. Потому что это электричка. И это что-то новенькое. Это плюс копилочку. Fast Cobra. Очень странно, что ее не добавили в Battle Pass. Ведь это очень редкий автомобиль. И был бы плюс эксклюзив еще один на сервере. Ну, а вот BMW F91 могли в автослон добавить. Поменять на вот эту машину. Она едет 300 за 7,5 миллионов. Ну, плюс-минус как GTR. Такая вот олдскульная тачка. И теперь на фоне всех тех автомобилей. Вот этот Ford F510. Просто 11 лямов стоит. Ну, не 11, а 10. Никуда не едет. На нем работать нельзя. Пардавайте, пацаны. Покупайте у Джимси Зееру. Ну, в принципе, по этому автослону все. Ебать, только сейчас понял, что я могу купить фуры. 9 фур. И на 9 фур нацепить ашки. Ебать, это понтово будет, когда на моих фурах будут висеть ашки. И все такие, ебать, а мы работаем. И все сразу по номерам узнают, чьи это фуры. И что это за лакшери комп. Ебать. Охеренная идея, нет? У меня как раз все сейчас на Жигулях. Только мне денег не хватит до 9 фур, блин. Эй, йоу. Пипи-пупачек. Пипи-пупу-пи. Автослон мототехники. Я надеюсь, Кавасаки хотя бы здесь есть. Ага, даже так. Выходит, что Кавасаки Ниндзя H2R. Это тоже новый мотоцикл, который будет находиться в батлпассе. Это первая, кстати, мото... Ладно, не первая, вторая мото... Хотя, баги можно вообще мототехникой называть? Ну, это старый, да. Это, получается, первый мотоцикл, эксклюзивный в батлпассе. Что-то новенькое, реально. Ну что, ребят, а у меня, в принципе, на этом все. Вот такой вот видос получился. Давайте наберем на нем 100 лайков. И завтра выйдет новый ролик. Где мы, скорее всего, попробуем взять первый заказ на нашей ИПООП Лакшери Компани. Также пишите в комментариях, готовы ли вы работать за сосиски. Ладно, не за сосиски. За бананы. Ладно, не за бананы. За хорошие деньги. Вот, поэтому, если вы готовы, создадим большую-большую, крутую компанию с форами на Ашках. Ебать охуенно будет. Поэтому, пиши комментарии, как тебе новое обновление. Что ты уже успел перекупить, а что хочешь перекупить. Обязательно подписывайся на канал, ведь здесь выходит очень много интересного, полезного и веселого контента. Ну, а с тобой был Левен. Всем желаю хорошего дня. Продам верон или обвиняй на два дафа. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи. И всем пока. Субтитры делал DimaTorzok